Приложение проекта Dairy Dream «Дневник снов» создано таким образом, что вы можете вести свои дневники снов либо дневники снов кого-то из ваших близких, например, детей, родителей или друзей. То есть тоже заполнять форму для интерактивного толкования снов и потом сохранять, введя дневник этого человека. Как это делается? Для того, чтобы свой дневник снов вести, нужно зайти в форму «Запишите свой сон и получите толкование». Если сон уже сбылся, то отметить это. Очень полезным будет функция набора тех сновидений, которые у вас уже были реализованы. Либо те сновидения, которые вам приснились ранее, но вы не поняли, как их расшифровать. Лучше всего проверить сонник и подбор сбывшихся снов именно занося старые сны, которые вы сможете таким образом проверить в их реализации. Сбывшиеся сны и ваши сны будут в отдельной вкладке. Если вы ведете чьи-то дневники снов, они будут вот здесь. Нужно просто по имени будет отсортировать сны каждого конкретного человека. И будет вкладка «Сбывшихся снов». Здесь вы сможете отдельно посмотреть, какие сны сбылись и каким образом они реализовываются. Если вы смотрите это видео на YouTube, ссылка сразу под видео. В Instagram она в шапке профиля. Это приложение и его алгоритмы позволяют делать наиболее эффективный поиск по всем базам проекта. Напомню, что на проекте сонник, который составлен на основе сбывшихся снов, если поиск осуществляется через алфавит. Здесь более 2000 символов на момент выхода приложения. Они постоянно добавляются. Изначально были внесены самые популярные. Также здесь можно сделать запрос на тот символ, которого нет. И модераторы, и администраторы добавят этот символ. Если поиск осуществляется через поисковик в соннике, то здесь доступ будет к базам, в которых более 6000 символов. Приложение создан алгоритм по расшифровке сновидений. Вот эта вкладка. Здесь есть обязательные поля. Это создано для того, чтобы вы могли вести свои дневники снов, отслеживать, когда сбываются ваши сны. Можно добавлять старые сны изначально для того, чтобы проверить форму и посмотреть, что выдает приложение на те сны, которые уже сбылись или могли сбыться, но вы их не поняли, для того, чтобы проверить, как это работает. Здесь можно сразу вводить данные о персонажах сна, то есть тех людях, которые вы видели в своем сне, о времени реализации. Напомню, что во всех снах есть указания на время, когда сбудется сон. Здесь есть много подсказок, в том числе также обращение к соннику. После заполнения этой формы алгоритм вам выдаст расшифровку, и потом ваши все сны будут сохранены в вашем дневнике снов. Они могут быть расположены по датам, вы можете их искать по названиям, вы можете их искать по теме. Также можно сделать отдельные архивы и дневники снов для ребенка, ну или для мужа, жены, подруги, мамы, кого вы сами захотите. Здесь тоже поиск будет потом осуществляться по названиям, по теме и по имени, если у вас будет введено несколько имен. Также вы в форме можете написать, когда сбылся ваш сон и как, и потом смотреть эту аналитику. Пока я немного ввела в свой дневник снов, спешила вам рассказать про все. Здесь есть общая база, они на первом уровне. Вот они. Вот они. И есть второй уровень, там где все касается только вас со временем, когда у вас будет накоплена достаточная база. Алгоритм приложения будет вам выдавать подсказки, в какие дни вам лучше делать практики, в какие дни вы действительно больше получаете информации и какие дни вам предпочтительно использовать для того, чтобы получить нужную информацию или соответствующий сон с какой-то определенной целью, тематикой. Кроме баз сонника, про которые я уже рассказала, есть еще общая база сбывшихся снов, участников проекта. Она постоянно пополняется, как вы сами понимаете. Вы тоже можете стать участником и в эту базу разрешить или не разрешить публиковать ваш сон, ваши сбывшиеся сны. Можете оставаться анонимным участником, можете под своим ником разрешать размещать такие сновидения. Поскольку имеет смысл оставлять информацию о снах, о том, когда они вам приснились, о том, когда они сбылись, то здесь алгоритм предусматривает запоминание и синхронизацию календарных дней, лунных дней. Это связано с дальнейшей практикой после тестировки и после накопления аналитических данных вам будут доступны календари и практика снов. Сегодня я сделаю достаточно короткий обзор по приложению, потом буду рассказывать больше и подробнее о тех функциях, которые есть внутри. Алгоритмы приложения предусмотрели весь опыт и практику, которая была собрана на проекте. Проект существует уже очень давно. Для того, чтобы вы могли получать нужную информацию о снах, делать то, что вам предпочтительнее в какой-то определенный момент времени, я напомню, что ссылка для скачивания с YouTube канала сразу под видео. В Instagram она вверху, в шапке профиля. На момент выхода приложения есть три актуальных варианта. Первый – это App Store, второй – Google Play, и третий – ожидается выход на наш Store. То есть это для тех пользователей, которые находятся в странах, где нельзя использовать Google Play или он ограничен, и App Store. Продолжение следует...